Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 марта, и я в предыдущем ролике сказала, что пора уже сеять рассаду на продажу, вот чем я занималась все предыдущие годы, для последующего выращивания в холодных тоннелях. Но сразу хочу рассказать, что я сейчас сею и что я еще буду сеять. Вот сейчас я все эти дни, всю неделю занималась только пикировкой и перевалкой. Вот эти томаты, которые вы видите, это, конечно, самый первый посев, старшая группа для высадки в теплицу с подогревом. Следующие, вот там поменьше идут, тоже для высадки в теплицу, но в холодную. И еще есть у меня дома, которые с двумя семидолями, это крупноплодные, индетерминантные для открытого грунта. А сейчас я сеять буду, вот вторая половина марта, сейчас расскажу, какие подробно. На вторую половину марта я оставляю все консервные, засолочные консервные для заготовки на зиму и для длительного хранения. Эти томаты я никогда не сею рано, потому что те для длительного хранения, про которые я говорила, которые я показывала в подвале, нам не нужно их для суперраннего урожая. Они нам не нужны даже для раннего урожая. Рано они нам вообще не нужны. Сначала мы будем кушать, вот у кого есть из теплицы, потом мы будем кушать с открытого грунта, там всякие и скороспелки, и среднеспелые, и крупноплодные. И только в конце лета подходит очередь вот этих томатов, которые мы потом уложим на хранение, законсервируем свои баночки. Я уже рассказывала, я даже сорта не буду перечислять, потому что у меня есть специальное видео, я ссылку выложу в описании к этому видео. Ой, в теплице вообще невозможно, у меня тут 28 градусов, я вся мокрая, но зато это хорошо, что есть возможность заниматься вот этими делами с землей, не дома, а хотя бы в придомовой теплице. Ну вот, это те сорта для хранения, которые я говорила, перцевидные, пальчиковые, сливовидные, маленькие вот такие, я уже называла и оранжевые сливки, перцевидные желтые, перцевидные оранжевые. Ну, короче, все, которые не крупноплодные, не мясистые, не те, которые мы употребляем для салата, а именно те, которые употребляем для засолки, для консервирования, они у нас идеально подходят для зимнего хранения. Вот их сейчас во второй половине марта я и буду сеять. Сегодня вот 17-е, я еще буду сеять и до самого 30-го марта, ну и все. В апреле я, наверное, сеять не буду, потому что я насеяла уже очень много, мне бы постараться обработать те, довести до ума те, которые уже посеяны. И когда спрашивают, вот у меня зрители пишут, куда вы пропали, что у вас с вами случилось, со мной случилось то, что случается каждый год, это томатное рабство. Я теперь раба вот этих растений, раз я их насеяла, я отвечаю за них, я должна создать им условия идеальные для их жизнедеятельности. Если солнечный день, я их выношу, если пасмурно-холодно, я их заношу. Если они вот перерастают, вот там есть в маленьких стаканчиках, сегодня буду переваливать в большие стаканчики. Вот эти, которые уже в больших стаканчиках, они тоже уже сейчас сомкнулись, я их буду сейчас разреживать. Буду один стакан с растением, один пустой, один с растением, один пустой, чтобы они были очень-очень редко, чтобы они росли не в высоту, а в ширину, крепли. И через полмесяца планирую их высадить в первую теплицу. Сегодня или завтра попытаемся туда пробраться. Всё, до свидания!